доброй ночи и любое другое время суток по вашему выбору я первых словах хочу сказать одно уважаемые дети пожалуйста не курите сигареты и не курить их много потому что когда вы курите по пачке в день любой выход на улицу например на свежий воздух грозит вам всякими простудными заболеваниями после чего вы начинаете чихать кашлять и не можете нормально ничего делать вот вот у меня сейчас произошло примерно то же самое поэтому сегодняшний выпуск рубрики будни упоротых он будет такой скажем так коротенький сосредоточенный на конкретных вещах без так сказать такого тотального обзора всех новостей которые были за это время честно говоря мне даже было не очень как бы увлекательно читать эти новости мне это было неинтересно я единственное что могу отметить что вот тут какая тварь в твиттере вот использует слоган покойного мурза андрея морозова вот нам пишут из енины единственное что я могу сказать точно совершенно так как я муж зачитал вот в телеграме вот и знаю позицию мы никогда не поставил бы у себя в названии букву z вот мурз был другой муж по-другому ко всему происходящему относился и вот это вот то что человек который использует букву z пытается спекулировать на аккаунте покойного мурза хотя еще интересно из-за чего он покончил с собой да но это говорит о человеке просто как о твари но тут всякие приколы такие и влива вот это вот которая организовала эту голую вечеринку шаманом и газмановым как выступают в какой-то отдельной программе а вот я думаю чего начать на и я думаю мы начнем с того что очень хорошо уже разошлось по сетям это тема с рггу тема с этим центром имени ивана или на против которого выступили мы студенты рву вот собственно эта вся петиция размещенная на change.org зачем-то капу интересует что размещают на change.org сегодня кого в этой стране интересует change.org я вообще понять не могу но про ильина я ничего говорить не буду дело в том что или на разложил кости семина в своем последнем ролике тоже очень красиво вот там как бы мало что можно добавить в принципе смотрите ролик последний кости семина на тему ивана или на и и так далее и тому подобное там по фактам все сказано но мне соответственно тут стало интересно немножко другое дело в том что как говорил наш любимец доктор ганнибал лектор я уже не раз приводил этот тезис и одни не устал его повторять доктор ганнибал лектор говорил всегда смотри на то что есть эта вещь да то есть отбрасывает всякие превходящие обстоятельства всякие какие-то конъюнктурные там имиджевые моменты смотри на суть что есть эта вещь так вот о чем же студенты рггу против фашизма пишут в этой своей петиции а вот они просят вот этот центр который у них организовали под предводительством известного русского фашиста александра гелище дугина переименовать то есть убрать из названия этого центра имя ивана или на ивана или на ну это действительно это палево потому что иван или на он там как не поверни там просто он сам же писал что он фашисты и поэтому как бы вот ну он фашист понимаете он фашисты все вот и когда у вас в названии центра стоит как бы имя фашиста получается что вы тоже фашисты все те кто в этом центре принимает какое-то участие правильно вот как-то это неудобно давайте мы это имя уберем но вот в этой петиции вот она мне нет ни слова про то что надо убрать сам центр и хотя бы его руководителя александра гелище дугина который еще в 90-х годах вместе со своими корешами эдикам лимоновым и этим как его ну которые там этот певец то как его зовут я забыл вылетел из головы вот который призывал создавать отряды с а в 90-х годах то есть как бы имя ивана или на в названии это нам плохо а сам факт существования центра где сидит вот этот упырь в государственном вузе м мпг у это прокси мг у это грубо говоря его подчиненное институт да я там учился и я собственно оттуда ушел она одной из причин стало именно это что мне почему-то студенты в курилке начинали говорить что александр гелище дугин очень хороший человек несмотря на то что я учился там был очень неплохой фактом были очень хорошие при преподаватели я до сих пор моя преподавательность по древней истории и очень благодарен за то что мы с ней хорошо поговорили про китай и по индию там собственно очень много интересных тем подняли ну так что александр гелищ дугин и хороший человек Александр Гилич Дугин хороший человек, Александр Гилич Дугин мракобес, фашист и отмороженный экстремист, ему бы хорошо в тюрьме бы посидеть, ну а нет, вот у нас делается центр под предводительством Александра Гилича Дугина, где Александр Гилич Дугин рассказывает то, что всегда рассказывает Александр Гилич Дугин, то есть он несет вот эту вот евразийско-фашистскую хрень, ролик про евразийство, кстати, есть на канале, если вы мне не верите, как бы, что евразийство и фашизм это примерно одно и то же, да, только податными соусами, ну, почитайте документы этих евразийцев, там, я не знаю, еще что-нибудь, вот, попробуйте осмыслить то, что они говорят, это чистый фашизм, вот, просто под таким красивым соусом какой-то русскости, русского мира, там, славянскости, там, я не знаю, еще чего-то, вот, то есть, и вот против всего этого студенты РГГУ почему-то здесь не выступают. Ребята, граждане студенты РГГУ, я учился в вашем ВУЗе, там, лет, сколько уже, лет пять назад, да, вот, то есть, могу к вам обращаться, как к друзьям, ребята, вы зачем учитесь в ВУЗе, вы учитесь в ВУЗе, чтобы бумажку получить, чтобы научиться принимать ЕГЭ, или чтобы стать умными людьми, вот, если бы вы хотели стать умными людьми, вы бы отделяли форму от содержания, то есть, какая вам разница, как у вас называется этот центр, имени Ивана Ильина, имени Гитлера, имени Иисуса Христа, имени кого угодно, суть в том, что в этом центре преподают, что в этом центре пропагандируют, какие идеи несет этот центр в массы, вот, и кто это делает, и поэтому, неважно, как он будет называться, имени Ивана Ильина, имени Иисуса Христа, там, или еще кого-то, суть в том, что этот центр, где преподает Александр Георгиевич Дугин, которого один раз уже выгнали со соцфака МГУ, да, вот, за пропаганду его замечательных мыслей, вот, вот, а теперь он устроился в МПГУ, мы бы против этого лучше протестовали, они не против названия Ивана Ильина, кто сейчас, господи, кто сейчас читал Ильина хотя бы, сейчас же никто Ильина даже не читал, а вот та херня, которую несет Александр Георгиевич Дугин, она постоянно идет и в СМИ, и во всех соцсетях, и так далее, и тому подобное, он сам ее продвигает, ее продвигают его друзья, там, из всяких разных организаций, и так далее, и тому подобное, ну, вот, 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 вот он, он тут выступил, да, он сказал, что тут ополчились на Ильина, на нашего замечательного русского философа, вот, фашистского, всякие западные ЛГБТ-сатанисты, включая, в первую очередь, там, Семина и еще кого-то, известное выступление, вот, так вот, короче, вторая тема нашего сегодняшнего выпуска, вот, это то, что я уподобился клиентам рубрики «Будни упоротых», «Я упоролся», со мной такое бывает в последнее время нечасто, но это от возраста зависит, дело в том, что я завис на компьютерной игрушке, вот, и где-то вот последнюю неделю я просто тупо, дико не высыпался, потому что я сутками практически гонял, вот, но эта компьютерная игрушка, в отличие от того, что вы подумали, грязные мальчишки, называется не смута, она называется «Балдурсгейт 3», «Балдурсгейт 3», несмотря на некоторые косяки, которых, которые действительно несколько бесят, вот, для фаната ID&D, и для человека, который в первый «Балдурсгейт» играл еще только по его выходу, там, когда-то, там, в начале 2000-х годов, там, и так далее, и тому подобное, офигенная игрушка, какие там женщины, ребята, какие там женщины, правда, половина из них лет в Бианке, что, что противно, вот, и что тоже несколько, не то, чтобы портить впечатление от игры, потому что с эстетической точки зрения это, как бы, не мешает игру воспринимать, а вот, ну, несколько коровиц, «Балдурсгейт 3», ну, ладно, это, в общем, речь не об этом, речь об игре, естественно, смута, игра смута, это что-то ужасное, я, честно скажу, вот, у меня последние, вот, дней 10 поделились поровну, где-то половина на просмотре стримов по игре смута, потому что я сам в это играть никогда бы не стал, вот, и вторая половина на игру в «Балдурсгейт», соответственно, когда я отдыхал душой, как бы, и так далее, и тому подобное, игра смута, это игра, на которую потратили какое-то очень большое количество денег, и, причём денег государственных, делал её, соответственно, институт развития интернета, который возглавляет Герман Клименко, если вы помните, вы могли его видеть на тупичке «Гоблина», где он рассказывал, как мы будем тут хорошо развивать интернет, вот, а ещё бы они должны были снять сериал, и должен был снять его Джаник Фазиев, а, соответственно, продюсер «Вратаря Галактики», замечательного совершенно блокбастера, вот, провалившегося везде, где можно, и так далее, и тому подобное, то есть, игра смута изначально, насколько я понимаю, по вот таким вот бизнес-обходящим моментам, представляет собой распил бабла, а потому что эти люди, они, как бы, вот, ну, Фазиев-то точно, это люди, которые пилят бабки, а вот, ну, и, соответственно, игра смута, она должна была, как бы, быть таким аналогом «Ведьмака» или игры «Кингдом Кам Деливеранс», «Кингдом Кам Деливеранс» сама по себе была игра плохая, я пытался в неё играть, вот, поэтому могу спокойно говорить, что это была плохая игра, смута хуже, вот, да «Ведьмака» там, как до Китая в известной позе, вот, я сам в неё играть не стал, я посмотрел стримы на канале, как бы, очень уважаемого мной автора, которого я постоянно пиарил в своих роликах зачем-то, вот, но Андрей Пашинин, он, мне кажется, очень рассудительным и таким вот, ну, нормальным парнем, то есть, с хорошими мозгами, да, который адекватно реагирует на окружающую действительность, вот, но адекватно он на неё реагирует только когда он записывает, например, ролики на какие-то политические темы, да, например, когда он записывает на 6 часов разбор троцкого и троцкизма, или на 11 часов разбор истории Южной Африки, он адекватен, но когда он играет в игру смута, он неадекватен абсолютно, я столько мата не слышал очень давно, но я очень давно не слышал столько мата употреблённого по делу, то есть, господи, как Андрей тут ругается, и я вам советую, вот, просто для поднятия настроения посмотреть какой-нибудь кусочек стрима, вот, эту жуткую матишину, вопли и претензии, какого, что вы, что вы наделали, уроды, это, это, понимаете, я, хотя не играл сам, но я, как бы, ну, человек не чуждый, компьютерная игра, я вижу, что происходит на экране, это чудовищное что-то, это, это просадки по графике, по сюжету, по техническим какие-то вещам, ну, грубо говоря, там, тут камни в воздухе висят, ну, вот, конкретно висят, зачем вы её выпустили в таком виде, вы не могли, там, полгода подождать, там, её допилить, я не говорю про озвучку, про диалоги, диалоги здесь настолько прекрасны, что хочется выколоть себе уши и вырвать глаза, просто, чтобы этого не видеть, понимаете, да, то есть, вот, вот я говорю, я залип на Baldur's Gate 3, у Baldur's Gate 3 есть очень много недостатков, но по сравнению с этим, Baldur's Gate 3 это звёздное небо, я не говорю уже о таких вещах, вещах, как Скорим, Mass Effect, какой-нибудь Ведьмак и так далее и тому подобное, на фоне всех, вот, вышеперечисленных игр, которым уже по 10 и плюс лет, ну, кроме Baldur's Gate, он, по-своему, 2023, а Скорим, там, вот, Ведьмак, там, и Mass Effect, там, второй, там, какой-нибудь, да, вот, это всё, там, 2010-е какие-то годы, и вот по сравнению с ними, вот это, это просто, я не знаю, это такое впечатление, что люди просто, вот, слепили какой-то кусок, вот, чего-то, да, вот, чтобы от них отвалили, да, то есть, им дали денег, они чё-то, вот, слепили и всё, идите нахер, вот, это невозможно смотреть, вот, и, что хочется, да, кстати, хочу сразу сказать, я тут увидел в этой игре одну хорошую вещь, есть здесь одна хорошая вещь, которая действительно меня, как бы, ну, не то, чтобы порадовало, но, так, которую я отметил в положительном смысле, это пейзажи, это вот лес, лес нарисован хорошо, вот, единственное, что он везде одинаковый, то есть, что под Ярославлем, что под Нижним Новгородом, что в тёплом стане, где, я, кстати, вырос, я знаю, как выглядели тёплый стан, ребят, вот, он выглядит не так, ну, ладно, хорошо, всё равно, лес вы хорошо нарисовали, вот, это единственное, что тут было хорошо, и, что порадовало отдельно, значит, в игре есть такой раздел энциклопедия, где написано про, ну, вот, смуту, вот эту вот русско-польскую войну, вот эти вот все разборки Вадислава, там, ополчение и так далее, там написано всё правильно, в принципе, вот, ну, потому что в этом принимал участие Климсан и Жуков, вот, который, значит, после выхода игры, когда она вышла уже в релизной версии, сразу завопил, что я не имею к ней никакого отношения, я им только написал референсы для этой самой вот энциклопедии, и всё, а вот всё остальное, что они там нанесли? Дело в том, что игра смута, она в историческом смысле, вот именно сюжет игры, там, вот, диалоги, разговоры, отношения персонажей, они в историческом смысле представляют собой лютую дичь, просто лютую, вот, ну, грубо говоря, там, боярин, главный герой, он боярин, он из рода Милославских, то есть это звёздное небо, это что-то немножко ниже царя, да? И он там бегает, там, выполняет заказы каких-то крестьян, они ему говорят, там, сделайте то, сделайте это, там, траля-ля, он говорит, а, окей, там, привет, там, парень, там, я уж не говорю, как это всё выглядит, выглядит это чудовищно, это графика в игре, графика, анимация персонажей, анимация диалогов, как у них там не совпадает, вот, открывание рта со звуком и так далее, там, это что-то ужасное, так вот, Клим Сан-Джуков, короче, через два дня после выхода игры, а игра, кстати, я хочу заметить, судя по всему, её так зарядили хорошо в информационном плане, прям как Звёздные войны новые, потому что я, как только нажал один лайк на канале у Андрея Пашинина, учём нового доктора по поводу смуты, ну, я нажал лайк ему за стрима, а не за игру, вот, мне сразу в рекомендации на YouTube вылезло штук 15 красивых девочек, молодых, которые стримили в смут, профессиональные стримерши, и по стриме Шикарина, я не знаю, они на порнохабе есть все или нет, эти девочки, надо будет проверить, нам просто по именам пробить, интересно просто, вот, а потом ещё штук 15 мальчиков, такие же, которые тоже стримили в смуту, значит, выскочил, вот, канал Трибун, замечательный левый канал отметился в стриме смуты, вот, вообще, все, кто только мог, отметились в стриме смуты, по-моему, я единственный человек на YouTube, который смуту эту не стримил, я её просто посмотрел, господи, то есть, туда зарядили столько денег именно в пиар, именно про скрутку, вот, а в саму игру, ну, я не знаю, может быть, там тоже зарядили много, но там всё украли, там, я говорю, я не буду вам советовать в это пытаться играть, не надо, не надо этого делать, если вы хотите поражать, посмотрите на YouTube стримы, как люди в неё пытаются играть, это что-то ужасное, вот, это халтура в самом классическом просто смысле этого слова, в самом, таком, в самом ярком, в самом чистом смысле этого слова, вот, круче халтура, чем смута, ну, и вот, и, короче, я возвращаюсь к тому, что, как бы, Клим Саныч, он, когда увидел отзывы, которые пошли от пользователей на эту игру, он сразу заразал, что я здесь ни при чём, я её не делал, Клим Саныч, я вам верю, я вам очень верю, я верю, что вы не делали эту игру, потому что, если бы вы принимали бы в этом участие, вы бы повесились бы на ближайшей берёзе, вот, или на ближайшей черешне, как Мичурин, да, вот, потому что то, что там происходит, лично вы разобрали в своё время во втором, по-моему, в своём втором обзоре, кинообзоре, вот, когда ещё на тупичке только начинались вот киноразборы, да, первый из них был на собачье сердце, а второй был на фильм Стена, вот, фильм Стена описывал примерно то же самое время, примерно те же самые реалии, и вот там вы совершенно блестяще, в очень хорошем мемористическом, историческом стиле разобрали тот бред, который сняли в фильме Стена, вот, ровно то же самое всё присутствует в фильме Смута, и если бы вы его делали, в игре, в игре Смута, вот, если бы вы её делали, я надеюсь, что там бы такого не было, вы её, конечно, не делали, вы для неё сделали только референсы. У меня другой вопрос, Клим Саныч, а вы её зачем пиарили? Вот зачем вы её раскручивали? Вы буквально за два дня до релиза игры Смута на канале Трибуны вот этой девочке Вики красивой, да, там, в перерыве между обсуждением отрезанных ушей сказали, что вы едете в Нижний Новгород пиарить Смуту. Ну, зачем вы ехали её туда пиарить, если бы вы не знали, что она из себя представляет? То есть, вы сказали, что вы даже не посмотрели, что там внутри, а, ну, окей, ладно, вы не посмотрели и поехали её пиарить. Вот, Клим Саныч, понимаете, тут есть такой маленький момент, раньше я вас считал авторитетом, раньше я ссылался на ваши ролики, вот, раньше я думал, что если вы что-то говорите в эфир, то вы знаете, о чём вы говорите, да, то есть вы прочитали или сами написали научную монографию на эту тему, вы исследовали вопрос, вы знаете источники там и так далее и тому подобное, и вот теперь вы пиарите игру, а вы её пиарили. Я не говорю там про то, что Дим Юрьевич там делал, там, и так далее, думал, вы её пиарили лично. Вот. Содержание, которое вы не знаете. Если бы вы знали, вы бы ужаснулись и повесились бы на черешню, я ещё раз повторю. А, вот. Но вы этого содержания не знали, но вы её всё равно пиарили. А, вот. То есть, и как я теперь могу вам доверять? Даже не как специалисту, а просто как человеку. Клим Саныч. Вот вы раскручивали говно, халту и шлак, да? Потому что вам заплатили за это деньги. Сами вы не посмотрели, что она из себя представляет. Вы им дали там какие-то материалы, да? А вот контент сам не посмотрели. И вы советовали людям это говно купить. Люди это говно, я, кстати, замечу, купили. Вот. И смута, она окупилась. Несмотря на то, что это полное говно, шлак и халтура. Она окупилась на предзаказах. То есть, она окупилась на деньгах людей, которые сами её не видели. Но поверили в том числе и вам. Не только красивым девочкам с ютюба, стримершем, да? Там всяким. Вот. Но и вам. И вашему авторитету, Клим Саныч Жуков. Клим Саныч Жуков. Как вы думаете, вот после этого, можно ли хоть какие-то ваши слова принимать всерьёз? После того, как вы сами признаётесь, что вы ничего об этой игре не знали, а мы видели, как вы её пиарили. Клим Саныч Жуков, вы называете себя коммунистом, да? Это вот так должны себя коммунисты вести. Вы меня извините. Ну, тут уже люди просто злобно шутят по поводу Клим Саныч. Я, кстати, вот такие вещи Клим Санычу абсолютно не предъявляю в какой-то минус. Любой нормальный мужик, занимающийся какой-то физической активностью на природе, может нажаться водки. Ребят, это не страшно. Это нормально. Это неплохо. Ты можешь упасть, там вырубиться, напиться. А вот это вот, да? Это гораздо хуже. И вот эти вот отмазки, что я не я, жопа не моя, 16 номер, там траля-ля, все дела, там хаты с краю и так далее и тому подобное. Клим Саныч, ты бы лучше сказал, ребят, извините, я не знал. Ну, честно бы сказал, ребят, извините, я не знал, что там. Я работал по контракту, и я просто был не в курсе. Вот если бы ты, Клим, если бы ты вот так вот быть честно бы сказал, да, извините, вот я прокололся. Никто бы в тебя камень бы не метнул. Все бы тебя поняли. Понятно. Жизнь такая, все зарабатывают как могут, деньги нужны всем. И если бы ты вот конкретно сказал, ребята, я просто не знал. Извините меня. Тебя бы все извинили, тебе бы пожали руку, сказали бы, Клим, ладно. Не страшно, бывает. Ну, прокололся и прокололся. Все, забыли. Но нет. Тут начинаются понты, что я тут не при делах, и вообще все такое. Мы же все видели, что ты был при делах. Извините, такой немножко специфический выпуск на эмоциях. Записывается он 5 часов утра 18 апреля. 5 часов назад мне исполнилось 45, не поверите, лет. Вот. Всем хорошего настроения. Всем добра.